Довязали мы этот рисунок. Закончили соединительным столбиком. Теперь мы вязание поворачиваем перед ногами. И в эту же дырочку, в это отверстие, вяжем точно такие же пушистые столбики. Делаем накид. Вводим крючок. Петлю вытаскиваем. Еще накид. Петлю вытаскиваем. Еще раз. Затем все петли провязываем. И закрепляем один пушистый столбик. Это будет второй. И это будет третий у нас. А где у нас был соединительный столбик? Так. Закрепить. Вот сюда. Вот в это отверстие. Делаем тоже соединительный столбик. И опять в следующее отверстие в центр элемента вяжем по три пушистых столбика. Вот у нас уже один такой получился элемент. Вяжем. Вывязываем второй. соединительный столбик. Соединяемся. Закрепляем. И вяжем соединительный столбик. Соединительный столбик. Старайтесь попасть прямо в него. И так вывязываем все элементы. Ну вот довязали вы эту полоску до конца. Вот ее можно использовать как ручку для сумки. Можно использовать даже и завязку. Как завязку к шапке. Увецкой. Теперь эту полоску нам нужно соединить. Вяжем крючком. Вяжем крючком. И ее соединяем. Вяжем крючком. Вяжем крючком. Вяжем крючком. Вirlishем крючком. Соединили. И теперь каждый вяжет дальше, чем он предполагал вязать. Либо крючком, либо на спицах. Набираем из верхней полупетли. Набираем то количество петель, которые вы рассчитали для шапки, для носка, или для варежки, или для перчатки. Вот здесь вам нужно набрать по краю столько петель. Вот я привязала несколько рядов спицами. И вот так у меня получилось украшение. Значит, как я вам показывал в начале ролика, это украшение можно сделать контрастными нитками. И, как говорила ранее, можно использовать его как начало шапки, манжету для рукавиц или перчаток, а также на носки. На детские или женские. Очень даже симпатично будет. Всего вам доброго. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...